Весна, пора любви и деторождения – отличным примером этого служат питомцы Ивановского зоопарка. На этой неделе здесь появились сразу пять малышей. У камерунской козы по кличке Машка в четверг родились два козленка. Мама и дети чувствуют себя хорошо. От пронзительных мартовских ветров их спрятали в теплое помещение. Если комфорта нет, они бы не стали рожать. То есть все нормально, и кормежка хорошая, и условия содержания нормальные. То есть все с ними нормально. Кормят три раза в день. Летом держим, конечно, на улице, когда тепло. На зиму убираем в тепло, чтобы нормально могли родить, и чтобы потомство не замерзло просто-напросто. Приплод принесла и молодая пара грозненских овец. Копытные приехали в Ивановский зоосад только прошлой весной. И вот уже первое потомство. Малышам коз и овец клички придумают новые владельцы. Как только детки подрастут, их отправят в другие зоопарки страны. Пополнение в Ивановском зверинце – не редкость. Каждую весну начинается бэби-бум. Козовцы – это домашнее животное. Енота-полоскну уже в такой степени адаптировались к зоопаркам. Тем более, что крови в основном будут зоопарковские. То есть размножаются они нормально. Но вчера повторяю, что наша пара больше десяти лет не приносила потомство. Вот в этом году она у нас решилась таки вдруг. Вот и счастливые полосатые родители. Двух малышей, которым всего пару дней от роду, они прячут в утепленном домике. Крошки еноты рождаются слепыми. Их вес не превышает 60 граммов. Условий, созданных в зоопарке, достаточно, чтобы зверята выросли большими и здоровыми. Клетка довольно-таки просторная для енотов. Не хватает только воды, наверное, в ванной. Но это в разработке. Как только дети достигнут того возраста, при котором они начнут сами питаться, они перейдут в другой зоопарк. Следующее пополнение среди обитателей сотрудники зоопарка прогнозируют ближе к лету. Стать родителями планируют олени. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.